Математика Хорошо, что может быть ближе к теме денег, чем тема проценты? Давайте разберемся, знаете ли вы вообще, что это такое? Хм, получается, что никто из вас не знает, что такое проценты? Так что, давайте разбираться Получается, вас легко обдурить таким простым словом Итак, в математике легко обходились и без них Одна вторая, одна четвертая, три четвертых Да, я не пророк, но я знаю, что вы только что все сделали Вы сказали, фм, дроби Итак, что же такое проценты? Начнем с тех самых дробей Они вообще-то более интуитивно понятны Посмотрите, к примеру, мы купили пиццу Да, вкусную пиццу И разделили ее на 8 равных частей К примеру, вы со своим другом решили ее поесть И вы съедаете один кусочек Второй кусочек Третий кусочек Получается, вы съели 3 из 8 Или, если переводить на язык математики И 3 восьмых этой пиццы Или еще, к примеру Вы хотели есть очень сильно И разделили пиццу всего лишь на 4 части И вы съедаете один кусок Второй кусок И третий кусок Вы съедаете 3 из 4 Или 3 четвертых Скажите, удобно вам работать с этим и с этим в жизни? Скажем так, есть два вида языков Есть язык математики И есть язык жизни Вот проценты Это как раз таки язык жизни На рынке, на базаре Вы пользуетесь именно ими Так, чем же отличаются дроби от процентов? Для удобства просто решили Дроби умножать на 100 И переводить их в проценты Например, 3 четвертых Если мы умножим на 100 Мы получим 75% Ведь правда, этим пользоваться гораздо удобнее в жизни? Поэтому, если вы хотите перевести дробь в проценты Просто умножьте эту дробь на 100 Смотрите, как все просто Одна, вторая И я хочу перевести эту дробь в проценты Умножаю ее на 100 Сокращаем 100 и 2 Получаем 50% Одна, четвертая Чтобы перевести в проценты Просто умножаем на 100 Сокращаем Получаем 25% 3 четвертых А умножаем на 100 75% Очень простое правило Просто умножаем дробь на 100 И превращаем ее в проценты В обратную сторону тоже сделать очень легко 30 разделим на 100 И мы получим дробь 40% Делим на 100 50 0,5 Можно записывать также в виде обыкновенных дробей Разберемся с задачами на проценты Итак, не дай себя обмануть Скажем, цена на суперкрутой телефон Чтобы быть самым крутым в классе Поднялась на 20% А затем, после того, как эти телефоны оказались у всех Цена товара опять была снижена на 20% И вот вопрос Она вообще изменилась по сравнению с первоначальной? Итак, как же решать такую задачу? У меня есть своя суперметодика Надо просто перевести этот русский язык на язык математики И тогда все решится в два счета Итак, цена на телефон Х Она увеличилась на Значит, плюс 20% Но 20% это часть от чего-то Это не может быть от воздуха От чего эти 20%? От цены на телефон Что это? Это русский язык Давайте переводить его на язык математики Равно Х Плюс Как мы сказали, это бытовой язык Он нам не пойдет Надо перевести эти проценты в дробь Для этого делим на 100 0,2 От Вот этот вот союз В математике переводится умножить Умножить на х Равно И теперь просто складываем 1,2х Это новая цена нашего телефона Действие номер 2 Что происходит потом? После того, как все наиграли с телефон Цену просто берут и снижают Берут новую цену телефона 1,2х Снижают на Минус Сколько? 20% Но не от воздуха же От Той цены, которая у нас была От 1,2х Что это? Опять же Это у нас русский язык Переводим на язык математики Равно 1,2х Минус 0,2 От Это умножить 1,2х И высчитываем то, что здесь получается Итак Равно 1,2х Минус 0,24х Равно 0,96х Теперь сравним Было Стало Так что Разве цена не изменилась? Очень даже изменилась Насколько? Старая цена Минус Новая цена Равно 0,0 0,4х Значит Наша цена Изменилась На А как это перевести? В бытовой язык Умножить на 100 4% Вот и все